Затем Здравствуйте, дорогие друзья! Вот иногда откроешь такую вот книгу, ну, ничего особенного, какая-то там чайная, хозяин, посетители, а начинаешь читать история за историей, да то смешная, то серьезная, и не замечаешь, как увлекаешься. А главное, есть над чем задуматься, в каждой истории свой смысл. Вот и сегодня я хочу вам прочитать из этой книги одну историю. О какой в ней смысл, мы с вами поговорим чуть позже. Итак, была в одном городе замечательная чайная, и вот однажды... Хозяин! Хозяин! Да что ж он не торопится, а? Хоть сам иди. Такое дело, а? Такое негодяйство? Кузнец Попов вчера дом спалил у какого-то купчишки, а? У него еще такая фамилия, какая-то, как Корабельников, во! Ха, чепуха! Нет, сущая правда, я сам слышал, Пелагея говорила. Ох, и злодей оказался этот Попов. Обиделся он, видите ли, на купца-то этого. Чепуха, нечего кузнеца оговаривать-то. Да нет, дело верное. Хозяин сейчас подробности выведает, расскажет. Он там с заловкой пристава разговаривает. Да что же, не так долго, а? Прямо не терпится. Хозяин! Да, видать дело не шуточное. Хозяин! Простите, замешкался! Так, чего изволите? Горяченького! А, сию секундочку. А, с лимончиком? С лимончиком. Знал бы, что такая волокита тут у вас, не пришел бы. Простите. Что там про поджог слышно? Да плохо дело, теперь, видать, не отвертеться. Да уж, кузнец постарался. При чем тут кузнец-то? Ну как при чем? Это же он хоромы у купца Корабельникова спалил. Да какие хоромы? Банька у Корабельникова сгорела. Да ну. И не кузнец это, а сосед постарался. Заборы они не поделили. Кто бы мог подумать, а? Чепуха. Да не знаете, не говорите. Соседи, они разные бывают. А в наше время тем более. Ну каков негодник, а? Из-за какого-то забора такое устроить, а? Печально, печально. Вы знаете, я бы таких соседей, ну, без суда, прям, без суда. Сразу на каторгу. Чепуха. Ой, сейчас такое услышала, такое. Интересно, интересно. Вчера у купца Корабельникова. Знаем. Знаем. Ну вот, вы знаете. Банька сгорела. Сосед постарался. А вот и нет, а вот и не банька. Банька как стояла, так и стоит. Я, можно сказать, сама все видела. Да ну, неужто ходила дома Корабельникова? Лучше я на базар ходила, а мне там все рассказали и показали в лицах. Как Прошка, того самого купца, работник, вечеру решил дров натаскать в хозяйский дом. Пошел к сараю, а уже стемнело. Ничего не видать. Он достал аппарат. Достал коробок хозяйских спичек. И как чиркнет спичкой. А спичка его и наехлесь. И в дрова. И как вспыхнут дрова. А за ними сарай. Прошка бежать и на глаза купцу не попадается. А сарай, когда тла изгорел. Ах, вон оно как, а. Ну, злодея. А спичать и никого не предупредить, а. А если бы от сарая дом загорелся, что тогда, а? Ой. Ну, злодея, форменные злодеи. Таких без суда. Им только дай волю этим разбойникам. Да, как говорится, беда для всех. Прохору тоже теперь таится, не в радость падение. Ай, чепуха. Да что чепуха? А все чепуха. Вас послушать, уважаемый, так здесь такие страсти творятся, а вы чепуха, чепуха. Вы не знаете, о чем говорите, так молчите лучше. Да я как раз и знаю. Поглядите, он знает. А кто такой вообще? Купец я первой гильдии Корабельников. Корабельников? Да Корабельников. Федор Павлович. Ой, и ничего у меня вчера не горело. Ну, прожка там действительно бочек что-то смолил. Ну, костер жгли, надымил малость. Вот негодяй, а? Такого без суда сразу надо... Ну, ладно, хватит. Судить, доредить. Ну, недоброе же это дело-то. Да это я так к языку что-то прилипло. Да вот я и вижу. И то верно. А то стыдоба выходит, да напрасленно. Ну, все. Больше я на базаре ничего слушать не буду. А то заморочат голову всякой ерундой. А мне вон, пора пироги ставить. О, и то. Займись делом-то. А я в вечеру зайду, попробую. Будем ждать. Я с капустой люблю. Будут? Будут. Будут. Погорельцам сделали. Ах ты! Надо же. Сам корабельников. Вот такая история, дорогие мои. Как опасно доверяться всяким слухам и сплетням. Ой, какое-то ненадежное дело. Но осуждать кого-то, это дело просто погибельное. Впрочем, я уверен, вы и так это прекрасно знаете. А раз знаете, то давайте стараться избегать осуждения и почаще вспоминать слова. Не судите и не судимы будете. До свидания, друзья мои. Помогай вам Бог. Спасибо. Впрочем. Продолжение следует...